Сейчас я прорабу позвоню, он подойдет, чтобы объяснить вам все ситуации. Вы не расстраивались. Поводов для расстройства Гузели Загидулиной хоть отбавляй. Она еще не успела справить новоселье, а стена в одной из комнат ее новенькой квартиры дала трещину. Это случилось еще в начале апреля, а строители взялись исправлять ошибку только на днях. И каждый месяц плачу. Всего заплатила 2 миллиона с лишним. Еще надо платить. Хотелось порадоваться, конечно. Я никогда в жизни не жила в трехкомнатной квартире. То есть для меня это вообще как сказка какая-то. Но я пришла и настроения нет никакого переезжать. Гузель работает охранником в одной из казанских школ. Трехкомнатную квартиру в микрорайоне Салават Куперея вместе с двумя сыновьями ждала долгие 6 лет. Мы приехали смотреть квартиру 8 апреля. И у меня дети увидели вот такую вот интересную вещь. Гузель никак не ожидала, что окна балкона будут выходить не на соседний дом, а на кирпичную стену двухэтажного пристроя. А на втором этаже вот такая кирпичная кладка на всю длину. Вот же она, да, сюда же идет. Она же снизу идет. Как говорит хозяйка, на все ее жалобы строители не обращали никакого внимания. Только с приездом нашей съемочной группы в квартиру Загидульной заглянули прораб и даже начальник стройки, которому женщина рассказала и о текущих батареях, и рваном линолеуме в квартире. И о том, что в новом доме трещат стены по швам. Официально общаться с прессой строители отказались на отрез. Это не брак. Трещит всегда. Усадка дает всегда. Везде дает. Усадка есть. Мы исправим, если... Мы же здесь несем ответы 5 лет. Гарантия. Ситуация с неожиданно выросшей стеной перед окнами балкона. Хозяйка, по мнению строителей, и вовсе оказалась в выгодном положении. Стена, это пристрой после дома сделаны. Это вторая очередь. А почему так получилось, что люди должны смотреть в кирпичную стену? А там проект нашли. Там должна быть перегородка. Если хозяйка скажет, что вы оставьте мне стекло, наполовину будет у нее на окно видно, на половине не видно. Если скажет мне уберите эту раму, витраж выложите холосты. Все остальные недочеты строители обещают исправить в ближайшую неделю. Елена Горбунчикова, Дмитрий Реженко, Телеканал Эфир.